В Ниницком округе борьба с безработицей должна быть завершена в 2016 году. Такую задачу поставил глава региона Игорь Кошин. Сегодня количество безработных граждан растет. На учете в центре занятости стоят 705 человек. Еще 928 обратились в организацию по вопросам трудоустройства. Нидропользователи региона и их субподрядчики готовы и дальше оказывать помощь в трудоустройстве жителей Ниницкого округа. Однако уже сегодня при подаче вакансий в центр занятости они сталкиваются с определенными проблемами. Одна из них практически полная отсутствие в регионе специалистов нефтегазовой промышленности. Почему так получилось, мы поговорим с гостями нашей студии. Здравствуйте, в эфире программа «Полярное мнение». Сегодня у нас в гостях Юрий Жданов и ветеран геологии Сергей Вениаминович Тарабукин. Выразить свое мнение можете и вы. Отправляйте смс на короткий номер 5533, пишите на упробел и цифры варианта вашего ответа. Нам важно услышать ваше мнение. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну такой вопрос. Что делать с тем, что вакансии есть, а работать некому? Юрий Павлович, я знаю, что у вас изначально формулировка приветствия моего не устроила. Вот борьба, да? Да, я не совсем согласен со словом борьба, потому что борьба предполагает борьбу с каким-то очень злокачественным явлением, с какой-то негативной тенденцией, там, алкоголизм, наркомания. В данном случае, мне кажется, речь нужно вести о решении проблемы. Еще и потому, я говорю о решении, потому что здесь должны быть не противоборствующие силы, а здесь должны быть союзники. Здесь должны быть союзники и в лице работодателей, и в лице администрации округа, для которой проблема серьезная, и в лице самих наших жителей, которые хотят работать, которые хотят участвовать в нефтедобыче и, в общем-то, заниматься делом. Ну и как вы видите эту ситуацию? Ну, на сегодняшний день, вот, насколько я знаю, что открыты вакансии у нефтяных компаний. Да, действительно, подготовленных специалистов сейчас в округе недостаточно. Если вспомнить прошлые годы, я надеюсь, присутствующий Сергей Вениаминович подтвердит это, прошлые годы Лукоэл, когда зашел на территорию, работал на территорию, у них был учебный комбинат, учебный комбинат, который готовил для, непосредственно, для Лукоэла специалистов. Если взять еще историю глубже, то в свое время Ивано-Франковский политехнический институт, по-моему, политехнический институт, и Гомельский техникум готовил специалистов для геологоразведки. Вот так решалась проблема в исторической такой перспективе. Ушел Лукоэл с территории, сначала ушел Советский Союз, и специалисты остались. Лукоэл их взял, теперь ушел Лукоэл, учебный комбинат практически, точнее, просто прекратил свое существование, и, соответственно, образовался вакуум в кадровом вопросе. И вот пока так. Но нужно готовить. Нужно готовить. Сергей Внемич, а вы считаете, как? Какое ваше мнение по этому поводу? Есть ли вообще проблемы в округе? Ну, я в центре занятости не был, вы сказали, вы озвучили цифру. Но вакансии, насчет вакансий... Ну, как вы думаете, что делать с этой ситуацией? Есть. Я вот больше чем уверен, что этих вакансий нет. Может, и есть. Но вот эти дефтяные компании, это головная боль. Чтобы местных принять. Это им нужен платить соцпакет, ну, какие-то льготы, квартиры, там все. А так им выгоднее летающие бригады. Выгоднее. Тем более, вот они говорят, вакансии, вакансии. У них даже учебных вот этих центров нету, где, допустим, помбуром. И им нужны специалисты. Они так с ноля, чтобы вот человек со стороны пришел, вот они приняли. И они так никогда не примут, что человек со стороны. Его учить надо. Это раньше было. Когда люди охотно ехали сюда по вызовам через знакомых, через еще знакомых, писали там, чтобы вызов прислали, приезжали. И когда действительно геология шла, интересно было там все. А сейчас что, на одной площади там добывают, им специалисты нужны. А так вопрос вот этот насчет вакансий не решить. Пока, допустим, они сами не захотят, вот эти нефтяные компании. Но они же не говорят, что вот давайте мы из местных бригаду соберем, выучим. Пусть решайте проблемы. Ну вот сейчас как раз, по-моему, так они и говорят, что привлекаем местных жителей. Я что-то сомневаюсь. Вот интересно было узнать в центре занятости, полюбопутствоваться, сколько туда обращалось, чтобы их направили. Или в кадрах у них. Тот же Баш-Полюс, Баш-Нефт-Полюс. Или в другие какие-нибудь... Ну это в Усинск надо ехать. Кто туда в Усинск поедет? Вы имеете в виду обучаться? Не обучаться, а просто узнать, примут или нет. Контор-то здесь нет, Баш-Плюс только, Баш-Нефт-Плюс. А остальные, которые на испытании, которые буровые, это же все в Усинске. А кто туда полетит специально, чтобы узнать, возьмут его на работу или не будут? Нет, ну сейчас можно обратиться в центр занятости. Правильно, Юрий Павлович, с этим вопросом? Да. Ну я считаю, что ведь учебный комбинат Лукоэлла, он готовил ведь тоже специалистов с нуля. И там готовились и жители округа. А когда это было? Напомните, пожалуйста. Ну, последние данные об этом учебном комбинате, я полагаю, это был, может быть, в 2000... Нет, уже еще... В 2005 году, в 2005 году он готовил. Он готовил, он готовил еще. Я уже с 2002-го не связан. Да, может быть, на спад шла немножечко вся эта учеба, но тем не менее еще в 2005 году... Да, курсы-то были, да. Выпускались, выпускались помбуры, выпускались специалисты. Ну, я могу точно сказать, что Олег Ануфрич сейчас замгубернатора, он курировал тогда в Лукоэлле эту тему, он курировал. И в 2005-м, я знаю, были выпускники помбуров, и они тоже были с нуля, и были наши, из округа люди, и приезжали из других регионов, не только наши окружные. Это тогда было так. Тогда готовились, да. И я считаю, что и сейчас надо было. Но Лукоэлл не заинтересован, он ушел, и поэтому учебный комбинат тоже прекратил свое существование. Нет. Вы не согласны? Нет, я согласен, что они не заинтересованы, чтобы учебный комбинат вновь заработал там или создавать, чтобы обучать. А в чем они заинтересованы? Они вводят специалистов своих. А, то есть они приглашают своих? Вахтовым методом выгодно. Привезли, увезли. Надбавки не надо платить, больничные не надо платить. Зачем? Специалистов они там найдут. А здесь из тех старых специалистов уже мало осталось. Кто в испытании, кто там, кто остались. Там летают в Усинск, там уже их разбрасывают. А так, чтобы новых. Ну, тут немножко лукавят, конечно, эти компании, что вот вакансий у нас там много. Никто их с распростертыми объятиями не примет. Вот со стороны, как в советские времена было, переезжали на буровую, помбуром поработал. Ну, и, естественно, через учебный комбинат на курсы помбуров. Если бурильщик, то уже в Ухту на шесть месяцев. Учили людей. Но дело в том, что люди шли, хотели работать. А сейчас я сомневаюсь, чтобы кто-то шел, хотел работать. Почему вы так думаете? Ну, если бы кто-то хотел работать, ну, кто-то, может, и хочет, но я говорю, как до Усинска добраться? А вот как здесь пробить, чтобы... Да и не примут. Не специалиста. Ну, не специалиста со стороны. Вот, допустим, там на... Сейчас такое оборудование, такая техника, такая автоматизация. Надо специалиста. Я напомню нашим телезрителям, что эта программа «Полярное мнение». Вы можете также выразить свое мнение, отправляйте смс на короткий номер 5533, пишите свой вариант ответа, принимайте участие, нам важно услышать ваше мнение. Юрий Павлович, вот вы говорите о том, что были курсы при Лукоиле. А почему вообще такой большой пробел в обучении и в подготовке кадров в округе? Ну, я полагаю, что сейчас эту проблему можно решить. А почему она вообще изначально появилась? Почему перестали готовить специалистов? Все-таки нефтяной округ. Ну... Возить стали летающие бригады, компания. Нет, ну, видимо, я думаю, что, видимо, все-таки вопрос в том, что не было тесного взаимодействия между природопользованием нефтедобывающими компаниями и руководством округа. Не было вот этой тесной связи. Каждый работал сам по себе. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас я вижу, что руководство округа заинтересовано в решении вот этой проблемы, о которой мы сейчас говорим, о безработице. Нефтяники стали более, может быть, открыты в этом же вопросе. Они заявили, вот об этих вакансиях они заявили. Хотя Сергей Венимович сомневается, но это факт, потому что более 80 вакансий открыты. И это результат совместной работы. Почему я говорю о совместной работе? У нас есть как раз интервью с Владимиром Нестеренко. Это генеральный директор «Башнефтеполюс». Как раз о том, он скажет, о чем мы сейчас разговариваем. Попрошу, пожалуйста, режиссера. Мы с руководством профтехучилища наметили планы на этот год приобрести еще сварочное оборудование. Таким образом, это позволит еще получать выпускникам этого профтехучилища еще одну специальность сварщика. Но так как мы сегодня развиваемся семимильными шагами, поэтому нам необходимы эти специальности. И мы надеемся, что выпускники этого профтехучилища пополнят ряды компании «Башнефтеполюс». Вот видите, после профтехучилища со стороны они не примут. Ну как со стороны? Вы имеете в виду некомпетентного абсолютно человека? Не специалиста. Не специалиста. Это, по-моему, оправдано, что это же серьезные все-таки... Все логично. Владимир Михайлович подтвердил, что подготовьте, и мы будем брать на работу. И это ведь правильно. Ну, я понимаю, что профтехучилища... Вы упоминали Ивано-Франковск. Я знаю это время. Каждый год приезжали из Ивано-Франковского института сюда на практику. Вот. Но здесь же их... На практике были, но их же здесь не оставалось. Единицы оставались. Так же и профтехучилища, думаете, там, они все пойдут в бурение, там, в испытание или куда? Ну, почему нет? Почему считаете, что нет? Сто процентов нет, конечно. Ну, если получат наши выпускники или рабочие, желающие получить квалификацию, они получат, почему они уйдут-то с буровой? Ну, кто уходил с буровой? Когда? Кто уходил из детей иных компаний? Если их возьмут, кого-нибудь, допустим, сколько-то, какое-то количество, возьмут, они поймут вкус этой работы. Сейчас платят им неплохо, вот этот. Если с коллективом уживутся там, и главное, чтобы им понравилось. А нет, они уйдут. Все-таки мы, если честно, о другом говорим. Мы говорим о подготовке. Вот подготовка, это зависит от нас. Это зависит от нас. Я имею в виду не только училища, я имею в виду в целом весь ресурс округа. Вот организовать подготовку специалистов, это наша общая проблема. И поэтому мы поддерживаем тесный контакт с центром занятости. Центр занятости взаимодействует с нефтяниками. Те дают перечень тех профессий, по которым надо подготовить. И по этим профессиям мы и будем готовить специалистов. Вот смотрите, значит, вчера буквально мы начали курсы по обучению операторов добычи нефти и газа. 10 человек из центра занятости, это безработные граждане, это те, которые живут у нас, это жители нашего округа. И у них будут двухмесячные курсы, да, получают разряд не самый высокий. Третий, четвертый разряд, да. Но, опять, благодаря или впоследствии, если тесная связь между округом и нефтедобывающим компанией будет сохраняться, нефтедобывающие на месте уже, конечно, там, где нужна практика, они дотянут их, поднимут их в квалификацию до необходимого уровня. И таким образом решатся две проблемы. А. Это для нефтяники получат подготовленных кадров. Б. Мы решим проблему уменьшения безработицы в нашем округе. Вот я считаю, что сейчас мы на правильном пути. Б. Мы на правильном пути. Б. Павлович, скажите, пожалуйста, я перебью вас. А если не ваше профтехучилище, кто еще сможет подготовить специалистов? Ну, есть еще одна частная организация, которая занимается. Но насколько как бы успешна будет ее работа, мне сложно оценить. Компания еще одной недропользователя Востокнау, Владимир Сарычев, он, например, говорит, что ему такие специалисты, которых мы обучаем здесь, они ему не нужны. Ему нужны исключительно те специалисты, которые обучаются, например, в Архангельске. Вот что делать? У нас безработица, у нас есть, мы обучаем, а недропользователи говорят, что нам нужны более квалифицированные специалисты. Они противоречат сами себе. Они говорят, у нас есть вакансии, полно вакансий, но не идут. И сами же тут говорят, нам не нужны, даже с профтехучилища, не только со стороны, а с Архангельска. Так, вот как вы думаете? Ну, я не могу сейчас оценить, собственно, о каких специалистах идет речь. С САФУ, наверное? Ну, САФУ. Да-да-да, САФУ в Архангельске. Да, но это уже высшее образование. Ну, вот это уже инженерно-технический персонал, это немножечко другой разговор. Мы так говорим сейчас о рабочих профессиях. Но они же конкретно говорят, вот нам с ПТУ не надо, а вот с Архангельска. Архангельска Михайлович об этом не говорил и не говорит. Он говорит о рабочих профессиях? Он говорит о рабочих профессиях, он говорит о сварщиках, он говорит о операторах. То есть мы разговаривали, когда встречались с ним, и заместитель губернатора был на этой встрече, Галина Мирониславовна Медведева, речь шла о рабочих профессиях. И именно для этого, допустим, в планах нашего взаимодействия стоит подготовка не только сварщиков, но и привезти на буровую наших ребят. Вот эта задача стоит посмотреть. Кроме того, практика. Мы говорим сейчас о том, чтобы... Я говорю только о рабочих профессиях. Чтобы подготовить вот те, которые 10 человек пришли на операторов добычи нефти и газа, они практику будут проходить не у нас. Конечно, у нас базы такой полноценной нет. Они поедут, но это уже вопрос, который взял на себя Центр занятости и нефтяники. Они поедут туда, там будут отрабатывать уже на месте, на буровых, будут отрабатывать все вопросы, которые теоретические, те теоретические знания, которые получат. Ну вот как бы так. Ну, сейчас ваш нефт-полюс на слуху, на виду. Ну, почему? А востоку? Они могут принять сколько-то. Какое-то количество. Вы считаете демонстративное, да? Какое-то количество. Но есть же у нас тут еще нефтяные компании. Надо бы и их послушать, они готовы или нет. Я, например, знаю, что сейчас вот буровые поставят, у меня знакомые. Нету работы и не сокращают. И говорят, пока нету, позвоним, если когда надо будет, бригады целые. Вот. И как решать? Это жители нашего круга? Да. Ну да, которые не летают, которые отсюда летают. Сергей Ильич, а как вы думаете, насколько будет интересно молодым специалистам идти вот сейчас обучаться и потом в дальнейшем работать? Ну, я за каждого не могу сказать. Ну, просто как вы думаете? Для меня, например, интересно было. Да и этот, которые приезжали в те времена, тоже интересно было. Но тогда время другое было. Тогда вольница была. Вольница. Потому что многое прощалось, там разрешалось. Тундру пускали на охоту, на рыбалку. А сейчас же тюрьма. Сейчас же тюрьма. Во что? Это то же самое. Просто жесткая дисциплина. Это правильно. Производственная дисциплина. Так и должно быть. Да, производственная дисциплина. Но эта дисциплина... Вы же приехали не на рыбалку. Из-за этой дисциплины и нехватка кадров. Вот я сейчас пример приведу. Вне несколько партий бывшей, где-то процентов 50, если не больше, было чисто местных кадров. И если бы им не разрешали ходить в тундру, рыбачить, охотиться и просто по тундре ходить там или что... То есть свободное от работы время, правильно я понимаю? И вакансия свободная. Ну, короче говоря, столько бригад бы не было. Ну, может, одна бригада, две было бы. Вот приезжие, которые не охота, которых не интересует, не рыбалка, ничего. Отработали, поели, полежали дальше. А вот расскажите, когда вы обучались и как это происходило все у вас обучение? Ну, я Ухтинский горно-нефтяной техникум закончил в 66-м году. В Ухте. В Ухте, В Ухте. Вот. Ну и... Были ли тогда проблемы? Вот когда вы приехали сюда, на работу устраивались? С кадрами проблемы всегда были, но тогда выходили из положения. Люди приезжали, приезжали, принимали, принимали там. Кто-то, ну, текучесть была кадров, но как-то выходили, потому что там неполными вахтами работали и все. Ну, во всяком случае, они говорили, что вакансий, там людей не хватает. Не хватало людей, но надо. Оставались на втором, этот, еще на заездку. Там по 16 часов работали, когда по 8, еще за кого-то работали. Ну, ну, тогда провинился. Уже ты знаешь, что сказал тебе мастер, надо остаться. Кто-то не прилетел, надо остаться. Ты остаешься. То есть на взаимовыручке, да? Вот, как взаимовыручка, и буровая не простаивала. Ну, я не слышал, что буровая простаивала из-за людей. Потому что, в то же время, вольница-вольница, но жестко был поставлен. Тогда такой механизации, автоматизации не было. Если и был один трактор на буровой, да и тот, тем более, какой грунт еще, может там болотина. А он вообще другой раз стоял, даже с вертолетки не мог ничего подвести. Ни буровой, ни на чего. Вот, и все на руках. И бывает, что, ну, бахта там, или что, отказывается там тащить что-то тяжелое. То есть дело не в людях, да, вы хотите сказать? Вот, и этот. А с конторы звонят, фамилии. Вот и все. Идешь и тащишь. Понятно. Юрий Павлович, а как вот вы считаете, пойдут ли молодые специалисты в нефтяную сферу? Или просто пойдут, потому что безработица, и потому что работать надо? Или это интересно? Я считаю, что они обязательно пойдут. И вот не совсем согласен Сергеем Вениаминовичем в том плане, что да, раньше психология у людей была другая. Но сейчас я вижу психологию молодых ребят, обучающихся у нас в училище. У нас есть сейчас группа, которая на втором курсе, это группа по ремонту нефтяных скважин. Это молодые ребята. Нацеленность там на охоту, совместить работу с рыбалкой и охотой в тундре, я не могу сказать об этом. Что у них такой настрой, что они так видят свою будущую работу. Нет, как раз наоборот. Они нацелены на действительно труд, на серьёзный труд, который принесёт им и моральное удовлетворение, и финансовое удовлетворение. Они будут работать, они хотят работать. А то, что было раньше, да, раньше приезжали крепкие, здоровые мужики наборовые, а чего бы ещё не порыбачить? А почему бы тут ещё не пострелять с ружья? Конечно, да. Так было, но всё меняется, меняется время. И даже те, которые сейчас пришли у нас на курсы обучаться, 10 человек из центра занятости, по направлению из центра занятости. Вчера было первое организационное собрание, я на нём присутствовал, и вопросы задавались не о том, как мы там будем в тундре, а о том, как у нас будет построено обучение, какие темы мы будем изучать, каким образом мы будем отрабатывать потом на практике. То есть это люди серьёзные, это не случайные, скажем, люди, они нацелены на работу. Я считаю, что это самое главное. И таким образом мы сможем потихонечку, пошагово выйти на решение проблемы. Сразу же наводяющий вопрос, прошу прощения, вы говорите, 10 человек сейчас обучаются. А как вы планируете? Вообще много будет желающих обучаться в эти вакансии? Планируют, опять я повторюсь немножко, планируют центры занятости. Вот вы, всё-таки вы их принимаете, всё-таки. Да, заявка есть на подготовку операторов технологических установок, на операторов по обессоливанию, обезвоживанию скважин. Пять профессий. Сейчас мы пока отрабатываем вот с этой группой. Мы в последующем будем, там сложно сейчас ответить на вопрос, будет ли через аукцион проводиться подготовка очередной группы специалистов, или же это будет в другой форме, там, котировки, договор. Я сейчас не готов ответить, потому что это зависит больше от центра занятости. Какую форму организации этой подготовки специалистов они выберут, в той форме и мы будем работать, в той парадигме, назовём это так. Либо мы пойдём через аукцион, либо по котировкам, либо по договорам. Я сейчас не готов ответить. Но до конца года, извините, я хочу закончить, что до конца года вот стоит задача подготовить ещё пять профессий, необходимых для... И сколько это получится в общей сложности человек? По моим данным, по операторам добычи 10 человек, остальные специальности по 5 человек. Ну, значит, считайте, 30 человек получается. И уже есть гарантия, что эти люди, которые от вас выйдут, они пойдут на месторождение работать. То есть они уже обеспечены работой. Такую гарантию даст только центр занятости и взаимодействия их с нефтяниками. Потому что наша задача подготовить, обучить. Дальше все вопросы распределения. Какой документ вы даёте? Свидетельство. Свидетельство, где будет указан разряд, квалификация. С этим свидетельством могут нефтяники принимать. Но я соглашусь с тем, что там, на месте, их нужно ещё доводить до более высоких разрядов. Пятый, шестой разряд должен быть, чтобы уже самостоятельно они работали, чтобы действительно... Это от человека зависит, как захочется. И от человека, и от того, в какой компании он будет работать. Как там организовано дальнейший профессиональный рост этого... Сергей Ильич, расскажите, пожалуйста, а зачем вы пошли на эту работу? Что вот вас подвидно пойти в нефтяную отрасль? Вы пошли за длинным рублём или, может быть, за романтикой, как раньше это было распространено? Я закончил 7 классов. Тогда 7-летка была. У матери нас было трое. Дело было куда-то идти. А куда? Вот взяли газету, объявление, Ухтинский горно-нефтяной техникум, стипендия 28,50, железнодорожный 14,50, лесной 16,50 или 18,50. Ну куда? Горный. Вот. Так и попали, да? Так и попали. Никакого представления. И которые там группа была, больше 30 человек. Нефтяники, буровики. У нас у нефтяников 36 было человек, у буровиков 32. Потом нас там отсеялось много. И нас 6 человек в бурении. Так я стал буровиком. Не представление. Потом уже на третьем курсе сразу же... Более 20 лет, да, вы отработали буровиком, да? Насколько я знаю. Ну сначала практика ознакомительная была, потом, естественно, производственная. Мы по новой программе обучались годично, а там даже больше. Год мы работали, практика была, потом преддипломная практика, потом, значит, после техникума уже работали до армии. Там несколько месяцев получилось. Потом в армию забрали. Все вот так. А потом я сюда приехал в 71-м году. Ну давайте тогда, подводя итог нашей беседы... А вот еще одну проблему я бы хотел затронуть. Она связана, что мы должны готовить, ну как бы решать проблему не только вот подготовить непосредственно помбуров, операторов. Ведь сейчас нефтяные компании провели все, точнее не провели, они по-прежнему проводят эту политику аутсорсинга, когда все сервисное обслуживание непосредственно буровых, это все передано другим компаниям. И вот на аутсорсинге здесь с этими субподрядчиками тоже нужна работа, потому что тогда наши жители будут водить эти машины, которые работают на буровых. Именно тогда наши будут работать и на грейдерах, и на амкадорах, ну, на дорожной технике. Тогда наши будут повара работать на буровых. А у нас есть, и мы готовим поваров, и есть резервы, здесь большой резерв. Тогда и горничные наши будут работать в этих вахтовых поселках, домиках. А такой ресурс есть у нас. И дизелисты там, есть дизели, и простые дизелисты могут работать. Вот работа с сервисными компаниями, мне кажется, это еще одно направление, которое поможет решить вопрос с безработицей. Наших жителей. Не обязательно всем становиться помбурами. Достаточно иметь свидетельство и удостоверение тракториста, и тоже пойти туда. Но это уже решают не нефтяники, непосредственно там Башнеев полюс или там Восток. Это решают сервисные компании. С ними нужна работа. Насколько я знаю, более 30, ну, несколько десятков сервисных компаний сейчас работают на территории округа. Вот с ними нужна работа для того, чтобы мы и другие профессии, рабочие профессии, могли закрыть вакантные должности по рабочим профессиям нашими жителями. Не приезжими там с Брянска, Курска водителями, а своими водителями, своими трактористами, бульдозеристами, поварами, горничными, медицинскими работниками. Ну, гораздо шире все это надо рассматривать. Большое спасибо. Наша программа уже подходит к концу. Я благодарю за ваше мнение и за такую активную беседу. Как думают наши телезрители, вы можете увидеть на своих экранах результаты зрительского голосования. А мнения бывают разные. Это была программа «Полярное мнение» и я, ее ведущая Елена Семеновичева. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин